Год экологии, объявленный президентом, это повод обратить внимание на самые серьезные проблемы и попытаться найти способ их решить. Об одной из таких застарелых проблем нашей редакции напомнили жители Кваркинского района. Там вся земля изрыта подпольными золотоискателями. Мы рассказывали, как охотники за золотом экскаваторами разворачивают степи и поля Кваркинского района. С годами не меняется ничего. В этом убедилась Светлана Комарова. Тогда не было такого. Это вот сейчас копают, а тогда ничего не было. Тогда только буровые были. Старые дырлинские прииски старатели запланили еще в середине 19 века. В то время здесь добывали золото и драгоценные металлы шахтным способом. Порядка 350 старательских отводов в рамках закона из недр земли поднимали до одной тонны золота в год. Однако сегодня золотодобыча привлекла в этот недавно безлюдный край массу не только горных инженеров, но и черных копателей. Копают и местные жители, и приезжают. Мы сейчас стараются ехать ночью. Боятся. Все чаще для добычи золота пригоняют в эти края даже тяжелую технику. Местные фермеры, землевладельцы, да и обычные жители близлежащих деревень обеспокоены. Незаконные раскопки сказываются не только на ландшафте. Вы посмотрите, там что натворили. Все изрыли, все ископали, а заравнивать никто не хочет. В этом году правоохранителям все же удалось задержать две единицы тяжелой техники и передать их доход государству. Скромные плоды в виде штрафов от одной до трех тысяч приносят и периодические рейды. Но и это старателей не останавливает. Администрация Кваркинского района видит решение проблемы в легализации раскопок. Если будут приняты изменения, то люди смогут официально получать земельные участки, ввести законную добычу золота, сдавать государству, обеспечивать свою семью, обеспечивать формирование золотого запаса Российской Федерации. Рентабельность добычи в этих краях сейчас не превышает 70%. Вот уже несколько лет добычей официально здесь занимается Гайский ГОК. В год ориентировочно поднимают 500 килограммов желтого металла. Впрочем, сегодня на разработку на бывшем Айдерлинском прииске лицензию выкупила еще одна гайская фирма. Уже этим летом они должны приступить к промышленной добыче с планом в 200 килограммов золота в год. Светлана Кварова, Глеб Калугин, Вести Оренбуржья, Кваркинский район.